Всем привет! Всех с Пасхой! Как говорится, Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляем с праздником всех тех, кто сегодня отмечает День Пасхи. Большой светлый праздник. Это католики. Сегодня их Пасха. Всем, конечно же, хорошего дня, отличного настроения. Пусть в этот день все семьи будут вместе. Дети приедут к мамам, к бабушкам и отметят этот, как я говорю, хороший светлый праздник. Я вас тоже поздравляю с этим прекрасным светлым праздником. Пусть у вас всегда будет светло, ярко, все по-доброму. И, конечно же, вам желаю крепкого здоровья. Будьте счастливы! Христос воскрес! Воистину воскрес! Нас, христиан, в мире, знаете сколько? Два с половиной миллиарда человек. Самой многочисленной ветвью нашего христианства является католицизм. Католики составляют, знаете, сколько? Где-то почти полтора миллиарда человек. Дальше следуют протестанты. Там где-то 800 с чем-то миллионов. И на третьем месте уже идут православные. Вот такая вот статистика. Неважно какая вера, Бог у нас у всех один. Он нас всех любит, помогает. И мы его любим. Правильно, Танюша. Христос воскрес! Чем больше праздников, тем лучше, как говорится. Всем привет-привет! Привет! Как видите, сегодня у нас погода отличная. 20 градусов. Тепло. Очень хорошо. Идем по делам, в налоговую кое-что надо доделать. А так все, в общем-то, хорошо. Лечимся, сидим дома. На дачу пока не ходим. Надо выждать какое-то время. Что толку, что туда приехать? Одним словом, рановато нам ехать. Хоть соседи и зовут. Весна. Или лето. Сейчас день второй. Начнут уже и в шортах. Кто в чем. Аллея каштанов. Почки набухли, уже готовы распуститься. Вот-вот. Еще пару дней. Листья начнут вылазить. Стоим с Татьяной возле витрины цветочного магазина. Цитрус. 70 рублей. Цитрус это что? Я думала, это искусственное. Лимончик что ли? Цитрусовый. Я понимаю так, это все подразумевается там? Лимоны, апельсины, мандарины. А вот, 140 рублей. Это уже точно мандарин. Мандарин. Ну вот мы и пришли. Ой, скорее бы распутаться с этими делами уже. Надоело. Надоело. Идем с Таней. Вышли с налоговой. Идем. Это район Мопро. Район Мопро. Медицинский центр. Проходим мимо медицинского центра. И говорю, помнишь, как мы ходили? Я-то точно себе ставил эти пиявки. Да и ставил я, нет. А в связи с чем, я уже и сам не знаю. Ставил и ставил. Эти пиявки, они присасываются. И выпивают кровь. Плохую. Плохую, Таня говорит. Дурную. Дурную. Ну видно, не все выпили, коль я за прицепилась еще. Молодежь уже играет в мяч на пляже. Кто так отдыхает. Церковь вновь построена. Она давно строилась. Это возле южного городка, возле заправки. Отсюда вот сейчас видна. Раньше не было, она видна. Купола блестят на солнце. Красиво, да? Это рядом парк тысячелетия города Бреста. Вот так, ориентировочно, да. А он уже работает этот парк? Или еще его не построили? Ну как, работает, пожалуйста. Надо бы съездить летом. Это все делалось на пустыре. Еще там пока вырастут деревья. На пустыре, да. Посажены деревья. В общем-то там голое место. Рядом кладбище. Сказать, чтобы очень было так уютно и весело. Ну, как и сделали, старались люди. Как хорошо. Микрорайон там новый. Очень много новых домов. Им тоже надо какое-то место для отдыха получается. Здравствуйте. Привет нам. Привет. А я смотрю, вы, не вы. Мы, мы шли-шли. С под моста. И решили отдохнуть чуть-чуть. Откуда шли? С под моста вот. Да, с под моста. Мы так. Мы в налоговой были и прошлись по кругу. Кое-чего там доделывали. Может до конца или нет? Да, все. Ну, трудно сказать, что мы там. Ну, должно быть все нормально. Дай бог. А ты гуляешь? Грея видела? Нет. Нет? Миллион еще не выходил. Но я так рано и не выходил. Я даже не знаю, сколько время сейчас. Лучше, чтобы где-то они выходили. Да не смотрите время. Ну, пять сейчас должно быть. Потому что я вышла без десяти. Правильно, где-то пять, может, начало шестого. Какие новости? Я уже с собачниками стала ознакомиться. Сюда подошла к Грею. Ага. А там подошел какой-то Беня. Беня? Беня. И Грей ест у меня с руки, этот хрустяшки. И тут Беня мордочку сует. Ему надо. И тут хозяин подошел. А это девочка оказывается. А Грей прямо с ума сходил. Бениха? Жених. Бениха, да? Бениха. Я заговорила про желатин. Желатин – это смертная желудка. Да. Когда-то, я помню, когда мы жили в Дрездене, я приходила в магазин к Греке. Хотела купить изумительно красивый торт. Он слоями. Допустим, вишня. Потом слой такой воздушный. Потом там еще другие ягоды. И это все на основе желатина держалось. Я хотела купить, а немка у меня хорошая, майнфрау, желатин. Желатин я потом прочитала, что, собственно, желатин, он очень вреден для желудка. Поэтому ни в коем случае. Вот про желатин. Я приехала, помню, в отпуск отдыхать. И мама купила желатин. Полкило. Представляете? Ну, вот возили частники там, эти автолавки разные. В деревне, где же его купишь? Принесла домой. Замочила, что-то она хотела делать. А зять говорит. Ты что, ты что, говорит, будешь делать вот с этого? Она говорит. Как что? Это желатин. Какой, говорит, это желатин? Это, говорит, клей. Клей, которым клеют табуретки, говорит. Понюхай, говорит, понюхай, говорит, теща, чем пахнет эта гадость. Мама говорит. О, а я думаю, что за запах? Ну, выбросили. Клей его, он говорит, отдай деду, пусть табуретки клеит. Вот вам и желатин. Да. Полкило, говорит, обрадовались в деревне, набрали дефициты. Я уже давно его не покупаю, это желатин. У меня вообще его никогда не было. Ну, тем более, что мы оба, как говорится, были. Проблемы по этому нет. Я вчера наткнулась и стала смотреть, как же будут пенсионеры в США, в каких условиях и мрак. Потом, значит, показывают магазин. Но этот блогер, который ведет репортаж, он то ли специально, то ли он сам не дочитал. Я краем, как говорится, глаза увидела первая огромная вывеска на магазине. Прочитала там, значит, ликвидация. Ну, естественно, на английском. И думаю, что ж ты, мужик, самое главное не увидел и не сказал. И потом ходит, берет продукты. Вот это просрочено, это просрочено. Это уже вот сегодня заканчивается строк. Вот это заканчивается, заканчивается. А я так думаю, ну, ты не настолько наивный или вообще недопонимаешь, что неужели кроме тебя никто не владеет языком и не поймет, что написано. Потом к нему подходит бомжик, а у него тонированные стекла в машине. Он с ним начинает вести беседу. Сколько тот получает, а тот бомжик просит у него денежку. Он ему винов дает. Ну, я к тому, что, значит, полностью программа была посвящена продуктам, которые уже, как говорится, не ликвидные. И возмущается. Думаю, это человек увидит, что магазин-то специально. Товар, который нужен вот его. Хоть даром отдай, но и там за копейки. Но вообще передача интересная по Америке. Когда в магазине переклеивают просто срок годности и стекла, наклеивают другое срок, то мы об этом даже не догадываемся. Вот вы и рассказывали про этих людей. Сейчас идет пост, и говорят, именно вот в пост надо делать благие дела. Кому-то что-то вот дать, там, например, вещи. Кому-то купить булочку, какой кусок, вернее, буханочку хлеба. Это очень, кстати, вот хорошее, благое дело. Оно, да, всегда надо делать. Но вот почему-то в пост это очень хорошо. И для тех, кто это делает, и для тех... И самое главное, благодарить Всевышнего то, что он нам дает. Вот сейчас мы сидим, погода великолепная, красивая. Спасибо за это. Спасибо, да? И то, что вот вместе мы, как говорится, собрались. Чисто случайно, но вместе сидим. За это нам надо будет гореть. У меня камеру ветер сдувает. Выключай. Вот какие у нас, видите, Бресте модницы ходят. Как петушок в черных сапожках. Вот ей бы красные сапожки. Петушок. И красный зонтик, да? Золотой гребешок. И красный зонтик, да. Компания. 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 Привет. Эх, как ему хочется рвануть. Нет, вот где собаки. Где собаки? Хочешь туда? Привет, малой. Подожди. 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 Ну, где у нас собак? Привет, малой. Здрасте. 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 Ой, ты мой король. Ой, ой, слушай, ну я же не знаю, как это тебе. Сейчас буду бросать, подожди. Не хватает, подожди. Сидеть. Ой, вон высыпь ему, наверное, на землю. Ну, высыпь ему, пусть ест. Он всех любит. Буду позже выводить его, чтобы народ немножко спал. Грей, дай лапку. Не, ну он так далеко лежит, там все надо. Кого увидел там? Собакевича? Где-то лает кто-то тут. Что-то, увидел. Что-то, увидел. Вот. Шейки утины. И бегает, и лежит возле плиты. И все. Так любит. Сегодня тебе повезло. Так любит. На ужин утины и шейки будут. А там уж утины лучше, оно больше мясочек. О, он нюхает уже. Думает, где же они есть? Да. А только скажите, что пошли на кухню, переделать, будет бежать, не спотыкаться, но бежать. Солнышко балуется, и собачки балуются, да, Тань? Я говорю, и собачкам весело. Ну вот, сегодня прогулялись, пойдем домой, потому что надо соблюдать график, надо часто питаться. Все по графику. Тра-та-та, тра-та-та. Эх, эх. А Грей стоит, наблюдает, думает. Эх, как весело этим собачкам. Тань. Смотрите. На глазах все распускается. Ура, 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 сегодня ужин. На ура. На ура. Видите, что в меню? Котлета. Куриная. Куриная, Таня говорит. Куриная. Не жареная, конечно же, да? Это все тушеное, запеченое. Картошка, тыква, морковка. Сметанка, хлеб с маслом. Это уже будет с чаем. И это перетертая блендером. Курага. Курага. Изюм и яблоко. Изюм и яблоко. Подсказывает. Вот такой ужин. Ужин на ура называется. Продолжение следует.